Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать четвёртую главу этого Евангелия. И мы читаем. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошёл опять в Галилею, надлежало же Ему проходить через Самарию. Самария – это был край, где жили самаряне. Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. У них было альтернативное место поклонения Богу не в Иерусалиме на горе Мариа, на храмовой горе, а на горе Горезим вне Иерусалима. У них было альтернативное духовенство и даже альтернативное пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое насчитывало до 7 тысяч разночтений с еврейской массорой. Собственно говоря, иудеи с самарянами не сообщались. Иудеи презирали самарян, считали их сектантами, еретиками, раскольниками и никакого отношения с ними не имели. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. То есть этот колодец выкопал патриарх Яков и передал своему сыну Иосифу Прекрасному. Это было задолго до Рождества Христова. И в понимании святых отцов вся система взаимоотношения Иосифа Прекрасного с его братьями – это таинственное указание на отношение Христа с еврейским народом. Если мы вспоминаем историю Иосифа, он пришел к своим братьям, свои не приняли его. За серебряники продали его в рабство. Сначала бросили его в яму, издевались над ним. Как и о Христе сказано, пришел к своим, и свои не приняли. Поэтому, как я часто говорю, Ветхий Завет – это икона новозаветных событий. И здесь бывает очень много параллелей. Итак, Иисус, утрудившись от пути, и сел у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его получились в город купить пищу. Женщина Самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня в Самарянке, ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. Вот здесь мы видим впервые в Евангелии Атаана говорится о том, как Христос общается не с евреем, он общается с Самарянкой. Самаряне не принадлежали к еврейскому народу, они были совсем другой крови. И вот этот разговор Христа с Самарянкой это очень известный сюжет иконописный. Христос у колодезя Иаковля беседует с Самарянкой. Можно сказать, Самарянка оказалась первым неевреем, который был евангелизирован Христом, и при этом она женщина. То есть в некотором смысле первой христианкой из неевреев оказалась женщина, Самарянка, из города Сихарь, который был близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Что святые отцы писали о этой встрече Христа с Самарянкой? Во-первых, отцы видели в Самарянке образ будущей церкви, которая впоследствии будет состоять в основном из неевреев и из представителей других народов. Так Блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет, это касается образа грешника, то, что от единородцев приходит эта женщина, которая, являясь образом церкви, ибо церковь должна была прийти от язычников, чуждая иудейскому племени. Итак, давайте услышим в ней себя и познаем в ней себя и в ней воздадим Богу благодарность за себя. Блаженный Августин благодарит Бога за Самарянку и в ней познает и себя, ведь Августин тоже не был евреем, он был латинянин, и в ней видит начаток всей церкви, которая в основном состояла как раз не из евреев. Хотя изначальная церковь, да, это в основном лица еврейской национальности. 12 апостолов, Дева Мария, апостолы из числа 70-ти и на момент Вознесения Христа около 150 человек. Но настоящий рост церкви начинается тогда, когда начинается проповедь язычников, которые как будто бы ожидали пришествия евангельской вести и стали принимать, когда целый народы обращались в христианство, италийские племена, британские племена, Грузия, Иверия, Армения, Балканы, Галия, теперешняя Франция, до Скандинавии доходили апостолы, и есть предание, что апостол Андрей доходил до киевских холмов и благословил тамошнее место, и в Киеве есть прекрасный храм Андреевский, который находится на известной Андреевской горке. Августин Блаженный также пишет, «Почему и просил пить у этой женщины, чтобы исполнить волю того, кто послал его, то есть Бога Отца? Потому говорил, жажду дай мне пить, для того надо понимать, чтобы пробудить в ней веру и пить ее веру, чтобы везти в свое тело, ибо тело его церковь». Вот такие торжественные слова о встрече Христа с самарянкой мы находим в Священном Писании. Итак, самарянка говорит, «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются, когда Христос попросил у нее воды, чтобы попить». Иисус сказал ей в ответ, «О, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». По объяснению Августина Христос в этой самарянке видит все языческие народы, которые обратятся к Нему. Он видит и каждого из нас в ней. И поэтому и просил пить, чтобы возрадоваться о многих, которые обратятся в истинную веру. А то, что исчресил верующих истекает вода благодати, Христос сам говорил апостолам, исчресил ваших потекут воды. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Ведь Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Христос имеет в виду под водой живую святое Евангелие. Женщина говорит ему, «Господи, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его, и скот его?» Конечно, самаряне не были прямыми потомками Иакова. Они возникают из смешения местного населения с пришедшими язычниками и вообще евреями они не считались. но эта женщина хочет разобраться, у ней пытливый ум, она хочет доискаться, она хочет понять, о какой такой живой воде говорит Христос. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять». Этими словами он говорит ей, что речь идет не просто о воде, а о чем-то более важном. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вода символизирует собой Святой Евангелие, да и все Слово Божие. И Христос говорит о том, что тот, кто будет пить из этого колодзя Священного Писания, тот не возжаждет чего-либо другого. Но почему здесь такая деталь, что колодзь глубок? Действительно Священное Писание имеет очень глубокий смысл. А в понимании людей Востока «Чем глубже колодезь, тем чище вода». А если колодезь не глубок, недавно его только выгопали, там было много песка, ила, всего постороннего. Колодези в те времена это были стратегические миссионерские точки, как бы сейчас сказали бы. Мы видим это из Библии, мы видим, что патриарх Иаков встречается со своей будущей супругой у колодзя, мы видим Моисея, который встречается со своей будущей супругой у колодезя, а ведь супруга это символ церкви, а любой жених символ самого Христа. Значит, наша встреча со Христом происходит через Слово Божие, и чем больше мы углубляемся в Слово Божие, в Его изучение, чем более испытываем жажду в изучении Писания, тем более эта встреча становится более тесной и более реальной. Христос Сам говорил, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди. Женщина говорит Ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Христос сказал, что ту воду, которую Он может дать, если кто выпьет, ему не надо будет уже вообще искать другой источник. И женщина воспринимает это в своей женской простоте буквально. И тут Иисус хочет приоткрыть перед ней тайну, кто Он такой. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у Меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, ты пророк. Она первый раз встречается с Иисусом. Иудеи обходили стороной и этот колодец, и этот город, а Иисус говорит о ней все, что произошло в ее жизни. Пять мужей имела, и тот, с которым жила на тот момент, какой он нужен. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Восприняв Христа как пророка, она хочет задать ему вопрос достойной пророка. Где правильнее поклоняться Богу? Или на горе Горезим, где поклонялись самаряне, или в Иерусалиме на храмовой горе, на горе Мариа, где поклонялись иудеи. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда ни на горе и ни на горе сей, и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. «Вы не знаете, чему кланяться, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Вот здесь на вопрос, у кого более правильная форма поклонения, Христос занимает сторону ветхозаветной иудейской церкви, которая на тот момент была вполне легитимна. Она прекращается только в тот момент, когда Христос умирает на кресте и завица в храме разорвалась. То есть Дух Божий, Кадеш-Руах, покидает еврейский храм. И потом вскоре этот храм будет разрушен. «Но настанет время», говорит Христос, «и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Вот это величайшее свидетельство о Боге и величайшее свидетельство о поклонении Богу. Оно должно совершаться в духе и истине. В духе. Что значит в духе? В Писании сказано, вы не знаете, как молиться, но сам Дух Божий, Дух Святой будет молиться вас воздыханиями неизреченными. Поклоняться в духе – это значит придерживаться того молитвенного правила, которое установила Церковь, или молиться по Псалтире. Ведь тексты Псалтири изречены Духом Святым, пророком, царем Давидом, как и сказано, ибо никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их мужи Божия, будучи движимы Духом Святым. А что значит поклонение в истине? Библия дает несколько основных определений, что такое истина. Сказано, Слово Божие есть истина, сказано, что Христос есть истина, Я есть истина, путь и жизнь. И сказано, что Дух Святого есть истина. Поэтому молитва в Духе и истине – это то богатство литургических текстов, которые мы имеем, та причастность к каноническому богослужению, когда народ Божий единодушно собирается в храмах и воспевает Бога псалмами царя Давида в стройном богослужении текстов, написанных святыми отцами. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В Боге нету никакой материи. у Бога нету ни правой стороны, ни левой стороны. Бог наполняет Собою все и вся, и сказано, небеса небес не могут вместить Господа. Но почему в Писании говорится одесную Бога, ашую Бога, говорится Господь сошел, Господь вознесся и так далее. Если речь идет о Боге в целом, то просто Библия разговаривает с нами на нашем человеческом языке, учитывая наш понятийный аппарат. Тот, который вездесущ, ему не надо перемещаться из точки А в точку Б, потому что он присутствует одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Правда, если мы говорим о Христе, Христос, Сын Божий, является воплощенным Богом, и будучи воплощенным, в теле он вознесся, в теле он вернется. Женщина была поражена этими словами. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Как я уже сказал, самаряне имели свое пятикнижие самарянское, и многое, что они знали, они подчеркнули из этого текста. И она говорит, что она знает, что придет Мессия. Как иудеи того времени ожидали пришествия Мессии Христа, так и самаряне. И Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Представьте, как встрепенулось сердце этой самарянки, когда она услышала такие слова. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Здесь даже не сказано, что они удивились, что он разговаривал с самарянкой, потому что по понятиям того времени один на один с женщиной разговаривать было нельзя, если это не родственница. Поэтому здесь и сказано, в это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Конечно же, они имели полное доверие Христу Спасителю. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос. Она становится проповедницей в своей самарянской секте и несет свидетельство о Христе этим еретикам, самарянам, чтобы они сами пошли и убедились, что истинный Христос, о котором говорится в Писаниях Моисея уже пришел. Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь! Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дела его». Что он имеет в виду? Однажды, когда он отправлялся на проповедь, его спросили «Зачем ты туда идешь?» И Христос сказал «Я для этого и пришел». То есть Отец Небесный послал его проповедовать народам, нести им утешительную евангельскую весть, возродить племена, народы и языки. Он, Христос, сам есть божественное слово «Логос», то слово, которым сотворено все и небо, и земля, и все содержится им. Иисус говорит им «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Дело Божие излагается в одном из текстов Библии «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Дело Божие также излагается и в следующих словах, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры. Поэтому, если на нашем жизненном пути встречаются люди, не важно, какой они веры, не важно, какого социального положения, наций, пола, возраста, которые проявляют интерес к нашей религии, мы не должны отталкивать этих людей, мы со всяким вниманием должны относиться к ним. Иисус говорит им «Моя пища и створить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение один сеет, а другой жнет. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Кто же это другие? Это пророки Ветхого Завета, которые трудились из поколения из поколения, начиная от первого человека Адама, который без сомнения был пророком, ибо в пророческом озарении он дал имя своей жене. Пророком Божьим был Ной, пророком Божьим был Енох, живший до потопа, который был живьем взят на небо, Авраам, Исаак, Яков, это тоже были пророки Божьи. Их множество было пророков, не все имена сохраняются в Священном Писании, в книгах царей рассказывается, что были целые пророческие школы, которые возглавляли такие пророки, как Илья и Хелисей. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Вот каким удачным апостолом оказалась эта сектантка, самарянка, которая пришла в свой город и поведала, что Господь Христос рассказал ей о ее собственной жизни, то, что было на самом деле. Очень сильное свидетельство, когда мы говорим не о других людях, а говорим о себе, это свидетельство всегда выглядит более достоверно и его воспринимают с большим доверием. Я думаю, что каждый христианин может сказать о себе, что когда-то он пропадал, духовно был мертв, но был найден Господом и ожил в благодати Духа Святаго. То, что совершила эта женщина, не совершил еще никто из апостолов. Она обратила множество самарян, и они уверовали по ее слову. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. Они приходят ко Христу и просят Христа побыть у них. И он пробыл там два дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщины то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Еврейский народ не принял эту истину, что Иисус из Назарета спаситель мира Христос. Самаряне обращаются целым городом и с радостью принимают эту торжественную весть о том, что спаситель мира Христос это и есть Иисус из Назарета. И вот здесь надо сделать некоторую остановку. Вся система взаимоотношения Господа Иисуса Христа с самарянами это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. Мы определились, Христос не разделяет вероубеждения самарян. Он говорит, вы не знаете где кланяться, мы знаем спасение от иудеев, это мы прочитали выше. Самаряне классическая секта внутри иудаизма и по соображениям духовной безопасности иудеи самарянами не сообщались. Но Евангелие показывает совсем другое отношение Христа к сектантам, чем нежели, например, как мы в наше время относимся к заблудшим сектантам. Мы можем проявлять даже брезгливость по отношению к этим людям. Христос общается с этими людьми, Он приходит в их город и проводит там два дня и многих из них обращает в свою веру. Евангелие показывает, что самаряне, эти еретики, были более благодарны Богу, чем правоверные иудеи. Когда Христос исцелил десять прокаженных, в Евангелиях рассказывается только один вернулся поблагодарить его, и евангелист с досадой пишет «И тот был самарянин». Однажды, отвечая на вопрос «Кто мой ближний?» Христос рассказал притчу о добром самарянине. А что такое добрый самарянин? Если на современный язык перевести, наверное, получится «Добрый свидетель Ивовы». Конечно, каждому это будет резать слух, но в этой притче было всё именно так. Был избит еврей, попавший в руки разбойников, и он лежал окровавленный, и еврейский священник пробежал мимо избитого брата, не остановился, не перевязал раны, не остановил кровь, наверное, спешил освящать какую-нибудь колесницу. Потом еврейский певчий левит тоже пробежал мимо избитого собрата, наверное, спешил на спевку хора, наверное, за спевку доплачивали, как и сейчас это иногда делают. А вот самарянин в этой притче Иисуса Христа, который точно сектант, точно еретик остановился, перевязал избитого человека, возлил на раны вино и елей, привез избитого в гостиницу и заплатил за его содержание и сказал хозяину гостиницы, если потребуется, я заплащу еще. Христос рассказывал эту притчу, отвечая на вопрос, кто мой ближний, этим самым показывая, что иногда ближним может стать человек другой веры, если его нравственные и моральные качества это позволят. Конечно, мы не молимся сектантами вместе, у нас это запрещено в нашей традиции, мы не участвуем в их службах, в их обрядах, действиях, но мы не можем отказывать людям в нравственных качествах, если эти качества присутствуют у этих людей. Иисус Христос так часто хорошо отзывался о самарянах, что противники Иисуса Христа говорили ему «Да ты сам как самарянин», то есть «Да ты сам как сектант». Святые отцы заповедали нам бережно относиться к еретикам и заблудшим. Так, например, святитель Иоанн Златоуст в слове «О проклятие» пишет «Еретические догматы мы проклинаем, испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших и добрыми делами стараемся обратить ко Христу». А в слове «О статуях» Златоуст называет православных, которые брезгуют сектантами и еретиками подобными дьяволу. Златоуст пишет «И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего». Ничего общего у нас нету только с дьяволом, с каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего, населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». И ниже Златоуст восклицает «Если в городе осел упадет в яму, все бросаются его вынимать, еретик тот же осел, помоги ему добрым словом, примером, наставлением, если в городе найдется с десяток людей, которые озадачат себя необходимостью помогать заблудшим, то скоро весь город просияет в правоверии». То есть многие люди ушли в разные секты и ереси от нашего невнимания к этим людям. Может быть, своим неправильным поведением, отношением, грубым взглядом мы оттолкнули этих людей от святой церкви. А в Нагорной проповеди сказано «И так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Есть огромное количество примеров из святоотеческой литературе, когда забота о язычниках и о эритиках способствовало их обращению в истинную веру. Так Макай Великий изрек после крещения языческого жреца. Это должно быть девизом для каждого миссионера. «Худое слово делает доброго человека худым, равно как и доброе слово делает худого человека добрым». И если у нас нету доброго слова, чтобы подойти к заблудшему и что-то сказать, лучше вообще не подходить. А вот Дорофей прямо пишет, «Если у тебя для заблудшего нету слов исправления, не подходи к нему со своими словами пустого обличения». Пример с «Самарянкой» – это пример открытого миссионерского служения, открытой миссии, с открытым лицом, когда Христос общается с этой женщиной, когда Он смело приходит в ее город, проводит там два дня и закладывает основания церкви у верующих из язычников, которые позже составят подавляющее большинство во вселенском православии. Далее рассказывается о том, как Христос возвращается в Галилею. По прошествии уже двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Галилея имела смешанное население. Галилею называли в то время Галилея языческая, потому что еврейское население Галилеи жили в перемешку с язычниками. И когда они, жители Галилеи, где долгое время находился Иисус, увидели Его дела в Иерусалиме, потом вернувшись они уверовали, а до этого не имели веры во Христа. И следующая тема, это тема о том, как Христос исцеляет сына царедворца из Капернаума. Кстати, не так давно израильские археологи раскопали фундамент Капернаумской синагоги. Единственные документы, где говорилось о Капернаумской синагоге, это Евангелие. Но у археологов не было подтверждений, что в Капернауме вообще была синагога. Откопали фундамент и удивительный мозаический пол с такими мозаиками на тему ветхозаветных текстов. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Христос, как сердцеведец, он увидел, что в душе у этого царедворца не было глубокой веры, но безвыходная ситуация, болезнь его сына понудила его прийти и обратиться к Иисусу Христу. Мы знаем из Писания, что иногда к Иисусу Христу прямо обращались абсолютно неверующие люди и тоже из-за личной нужды и один человек даже воскликнул, когда Господь спросил его, веруешь ли ты? Верую, Господи! И добавил, помоги моему неверию. Нужда заставляет многих людей приходить в церковь, поэтому мы должны особенно внимательно относиться к тем, которых мы ни разу не видели в нашем храме. Скорее всего, какая-то личная трагедия, личная боль подвигнула их прийти в храм. Поэтому очень важно бывает подойти к таким людям, расспросить, если кто-то у них умер, подсказать, куда мы ставим свечки об упокоении, если кто-то болеет, подсказать, где икона Пантелимона, великомученика и целителя, подсказать, где взять свечки и куда потом поставить, как правильно ставить свечу. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамение чудес. царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Этот царедворец переступил через себя, через свое положение. Он же скептически настроенный человек, неверующий человек, но его сын болен, его сын при смерти, и никто не может помочь. А кто здоров из наших детей, сыновей, внуков? Как у пророка Исаии сказано, язвы, раны, неочищенные, необвязанные, не смягченные елеем. Я имею в виду прежде всего нравственные болезни, нравственные раны и изъяны. Физические болезни, они иногда подсказывают нам, что же в действительности внутри у каждого из нас. Хотя физические болезни посылаются и для славы Божьей, потому что многие именно в болезнях, недугах духовно крепнут. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он пришел с просьбой, может быть, он пришел даже с какими-то предложениями, может быть, в кармане у Царедворца был мешочек с золотыми монетами, он торопит Иисуса, он подгоняет Иисуса. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. То исцеление, которое может прийти в жизнь нашу и в жизнь наших близких от Иисуса Христа, оно может произойти именно тот час. И это словосочетание, как я замечаю, оно часто повторяется в Писании. Тот час, имевший сухую руку, протянул ее. Тот час расслабленный встал, взял постель свою и пошел домой. Царедворец в трепете, в переживании, его, наверное, всего трясет от волнения. Господи, приди, пока не умер, сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Царедворец представлял по-своему, как может произойти это исцеление. Придет Иисус из Назарета, будет читать псалмы, будет кадить ладан, будет совершать какие-то действия, очищение помещения, может быть, изгнание злых духов. Но Сын Божий не связан никакими условностями, в том числе и обрядово-религиозными условностями. Ему достаточно сказать слово, ему достаточно пожелать, ведь он тот, который сказал, да будет свет и стал свет, словом его небо и земля сотворены. И он говорит, пойди, сын твой здоров. Он поверил, царедворец, поверил слову, которое сказал ему Иисус, потому что это было вопреки логике вещей. Он только просит, Христос уже предлагает ему пережить радость, увидеть своего сына здоровым, не при смерти, а полного перспектив. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел на дороге, встретили его слуги его, и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче? Ему сказали, вчера, в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его. Только что мы читали об обращении целого города Смарян. Здесь семья царедворца, человека близкого к царю Ироду, становится учениками Иисуса Иисуса Христа. Весть Евангелия разливается по этому миру. Дух Святой касается сердец самых разных людей, разного социального положения, разного достатка, разной национальности. Самаряне, хананияне, иудеи, бедные, богатые, царедворцы и нищие становятся учениками Иисуса Христа. И, подводя итог этой части Писания, евангелист Иоанн Богослов пишет, это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею, имея в виду, что первое чудо было чудо, совершенное в Кане Галилейской, когда Господь превратил воду в вино. Итак, сегодня мы с вами читали четвертую главу Евангелия от Иоанна. Мне кажется, этот текст очень интересный сам по себе, потому что здесь разные темы, разные сюжетные линии. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы вновь соберемся в этом гостеприимном храме и продолжим наше занятие по книге Евангелия от Иоанна. Спасибо всех, Христос! Спасибо !